Здравствуйте, в эфире суббония информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. В региональном отделении Общественного народного фронта волонтеров акции мы вместе наградили памятными медалями президента России. Учебные заведения республики снова перешли в режим дистанционного обучения. Ректор СКГА Руслан Качкаров рассказал, как организована работа в ВУЗе. Архысская панорама, башни Адюх и другие композиции может наблюдать каждый, кто хоть раз посещал парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Сегодня в России отмечается День воинской славы. Праздник корнями уходит в далекий 1941 год, в самый разгар Великой Отечественной войны, где многочисленные народы Советского Союза встали на защиту родины от немецко-фашистских захватчиков. Среди них было много сынов и дочерей Карачаева-Черкесии, которые внесли неоценимый вклад в общую победу над фашизмом. Именно в этот день, 7 ноября, боевым маршем с Красной площади солдаты Красной армии отправились на линию фронта, где велись ожесточенные бои за независимость и будущее миллионов людей. Об этом параде после будут говорить как о олицетворении сильного духа перед лицом врага. От войны с фашизмом перейдем к борьбе за здоровье граждан России и всероссийской акции «Мы вместе». В региональном отделении Общественного народного фронта наградили волонтеров в акции памятными медалями президента России Владимира Путина. В течение острого периода пандемии коронавируса добровольцы оказывали свою поддержку пожилым, маломобильным гражданам и медицинским работникам. На торжественной церемонии награждения побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Эти простые люди, которые после работы и выходные дни по зову сердца и души оказывали помощь тем, кто в этом очень нуждался. И сегодня мы хотим отблагодарить за их подвижничество, которое не угасает и по сей день, отметили представители регионального отделения ОНФ, приветствуя всех добровольцев. Волонтеры работают в разных направлениях. Психологическая поддержка, материальная помощь, юридические консультации, помощь бытовыми делами, общение по видеосвязи или по телефону, уход за домашними животными, покупка продуктов, вынос мусор, мелкий ремонт, оплата ЖКХ. И все это и многое другое делают и делали добровольцы. Они берутся за все, о чем их просят нуждающиеся. С каждым днем добровольческая деятельность в России приобретает все большую актуальность среди граждан. 50 добровольцев были отмечены почетными грамотами и памятными медалями президента России Владимира Путина. Волонтеры отработали более 5000 заявок от жителей республики для оказания помощи в условиях распространения коронавируса. Именно теплотой своего сердца каждый из них согревал тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Оценить работу, проведенную, наверное, как-то невозможно или же, может быть, неправильно, потому что была необходимость в этой помощи, была возможность оказать эту помощь. И мы старались оказывать ее в той мере, в какой у нас были возможности. Если бы у нас была возможность еще больше, мы постарались бы еще больше помощи оказать. То, что вручили нам награды, мы с самого начала это делали, как говорится, как и здесь было озвучено, по зову сердца. Тут можно по-разному рассказывать, но данная награда тоже это оценка наших сил. Как бы то, что правительство мимо не прошло, тоже поддержало, мало, больше. Но все-таки это внимание, которое больше устремит людей заниматься этим. Для меня эта награда, в принципе, вообще не важна, потому что самое важное, то, что если у меня есть возможность, время, если я могу кому-то помочь, то я только всеми руками, ногами за, потому что вдруг это спасет чью-то жизнь. Штаб помощи гражданам вместе начал свою работу с 18 марта. За это время в работе приняли активное участие 800 волонтеров. И сегодня каждый из них находится на передовой, оказывая свою помощь и поддержку нуждающимся. Алихан Ипшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. По указу Рашида Тимрезова, с начала недели все учебные заведения республики переведены на дистанционную форму обучения. Северкавказская государственная академия также перешла на новый формат обучения. О том, как организована работа в академии в новом формате и о повышении квалификации преподавателей, рассказал ректор академии Руслан Качкаров. Академия не перестала работать. Она работает, она живет в образовательном процессе, находится. Только несколько переформатировали в дистанты. Никакой драмы, трагедии здесь нет. Мы много рассуждаем, что лучше, что хуже. Ну, лучше, конечно, все как было, если бы было. Несколько хуже, наверное, вот такая форма. Но есть обременения, которые объективные, от которых никуда не деться. Мы к этому уже привыкли. Я думаю, что психологические аспекты уже тоже нормализованы. Организационные аспекты мы тоже переформатировали в нужном русле. И на сегодняшний день, еще раз говорю, чуть-чуть вот сейчас доработаем техническую часть, серверное оборудование доберем. И уже будем свободны от этих форматов, как Zoom, Skype. Уже без них мы сможем обходиться. Поэтому я думаю, что Академия – это непростое время. И мы ее весной показали. Вот смотрите, объективным показателем все-таки оценки, оценочных аспектов является сессия. И вот я очень так настоятельно попросил весной сессию летнюю провести, ну, в таком строгом формате. И потом проанализировали оценки, посмотрели, как дети обучаются. Я вам скажу, мы ничего не потеряли. Особо, вот мы там два месяца тоже с половиной находились в дистанте, особых потерь мы там не увидели. Я просто понял, что, во-первых, дети достаточно так эффективно адаптировались. Ну, а что касается преподавателей, я думаю, что с весной мы уже наработали опыт довольно такой приличный. И мы тоже и слабые звенья свои увидели, и как бы те, кто не способны, на них тоже обратили внимание. Ну, то есть в этом плане мы тоже чуть-чуть как бы видоизменили. Вот сейчас мы завтра на ученом совете будем принимать программу подготовки преподавателей в формате дистанционном. То есть для них мы создали специальную программу повышения квалификации. И сейчас мы ее будем предлагать учащимся в общеобразовательной школе, учителям школ. Вчера мы обсуждали, я сказал, что для учителей, если бюджет не сможет их поддержать, сделаем это абсолютно бесплатно. Своих преподавателей там я найду возможность как-то поощрить. А для преподавателей общеобразовательных школ мы сейчас на этот рынок сделаем предложение. Я думаю, что вот завтра мы на ученом совете, как только примем, апробацию проведем на своих преподавателях, первую группу проведем. Аудиторные там фонды мы уже подготовили. И потом я сделаю предложение Министерству науки и образования КЧР, с тем, чтобы Академия возьмет на себя вот такую социальную ответственность. Мы готовы всех учителей, которые нуждаются в этом, провести переподготовку профессиональную. Там она небольшая по времени. Это не переподготовка, а повышение квалификации где-то в пределах 28-32 часов. Мы совершенно бесплатно для учителей школ проведем такие занятия. И это будет серьезная поддержка. В конце концов, система образования у нас общая. И мы живем, извините, в одной подводной лодке находимся, из которой нам никуда деваться не придется, я надеюсь. Сейчас традиционный прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Сочетание камней и растений. Эти композиции может наблюдать каждый, кто хоть раз посещал парк культуры отдыха «Зеленый остров» республиканской столицы. Наш корреспондент Александр Коваленко встретил вас с человеком, который вот уже 7 лет создает своими руками альпинарии и ракарии. На этом острове Асан Матакаев собрал удивительные камни, которые даже обладают лечебными свойствами. Александра Коваленко продолжит тему. Сегодня Асан Матакаев отмечает свой 72-й день рождения. Но он не считает года. Главное – оставаться энергичным в душе. Тогда и тело ответит взаимностью, уверен Асан Юсуфович. А еще у меня каменная душа, рассказывает он нам. Но это не значит черствая. Просто с детства я неравнодушен камням. И каждое творение природы хочется применить, чтобы радовало глаз людей. Поэтому пенсионер все весенние месяцы проводит на зеленом острове Черкеска, обустраивая на участках настоящие горные ландшафты. Вышел на пенсию и опять все равно потянуло меня к камням. Обратился к Ганнибалу Жахваровичу лет 7 тому назад. Не хотите ли я вам обустрою каменные ракары, альпинары, альпийские горки? Он говорит, давайте попробуем. Более 7 лет назад на месте болота в центре парка появилась архистская панорама. Это первая работа Асана Матакаева. Мы с Ганнибалом Жахваровичем решили, давай вот здесь построим альпинары и ракары. Я говорю, давай архистскую панораму выдам из камней. Здесь искусственного ничего нет, все природные камни завезены именно из Тюбердинского ущелья. Посетить панораму может каждый желающий. Здесь есть каменные тропинки, а гостей встречает смотровая башня Адиюх. Каменная композиция представляет рассвет и закат, где камни предстают перед нами в виде луны и солнца. А это заснеженные горы, у подножия которых живет окаменелая черепаха, соседствующая с бегемотом. За всем происходящим наблюдает глаз дракона, а все это украшает осеннее буйство цветов. Вес этого камня-амфиболита, который был доставлен сюда из Хабистского района, составляет 21 тонну. Эта горная порода аккумулирует в себя солнечную и космическую энергию, рассказывает нам Асан Матакаев, тем самым излучая лечебные свойства. Греешься у него, обнимаясь, будем так говорить, то она лечит болезни желудочно-кишечного тракта. Не сразу же мы, когда входим в больницу, врачи назначают физиотерапию, прогревание. Лечебными свойствами обладает и вот этот песчаник. Завезен он из Учкикена. Предположительно, камень когда-то омывался водой, поэтому на ощупь он сравним с нежной кожей ребенка и лечит женские болезни. Если к ней стоят, скажем, теплица от нее, лечит онкологию, шитовидку, онкологию молочных желез, женских, в основном, это для женщин. Здесь камни найдены не только в горах нашей республики, рассказала Асан Матакаев нам и о интересных находках. В Кабардино-Балкарии нашел мамонта окаменевшего. Ну его раздробили, я его кое-как собрал. Ну собрать-то не соберешь уже, она цельно не станет. Ну а потом не успел вывезти, его вообще бульдозером выгрыбли куда-то. Рассматривая всю красоту ракари и альпинарий, Асан Матакаев рассказал о планах. В ближайшие годы он хочет организовать мини-детский дендрарий. Пройти мимо вот этой забавной большой ящерицы просто нельзя. Она была добыта из-под земли в одном из ущелий Усть-Жигутинского района. А эта окаменевшая голова китенка привезена из архиза. Если внимательно посмотреть, вот глаза видим, вот его мордочка. А почему она двух цветов? Потому что у любого животного лобная часть самая крепкая, она стала серой, скажем, а та немножко потемнейшая. Это, видимо, начало жабы. Гордый хищник охраняет каменистый цветник и приветствует всех жителей и гостей парка культуры и отдыха «Зелёный остров». А вот эта площадка – излюбленное место гостей и жителей Карачаева-Черкесии. Здесь часто проводятся фотосессии. Сегодня решили и мы сфотографироваться. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаева-Черкесия. Фотовыставка «Россия. Полёт через века» проходит и в Карачаево-Черкесии. Она открылась в День народного единства в 85 регионах России. Фотовыставка призвана познакомить жителей страны с красотой природы и разнообразием архитектуры, их обычаями, традициями, культурным и духовным наследием республики и областей нашей необъятной родины. Проект объединил фотографов с разных точек страны, а их работы увидят миллионы граждан России. В нашей республике выставку можно посмотреть на мини-арбате города Черкеска. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова